Акцент на профилактику онкологических заболеваний. В Ненецком округе завершился цикл мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья. В рамках акции все желающие могли пройти первичный онкологический осмотр и сдать кровь на онкомаркеры, принять участие в открытом лектории, где слушателям рассказали о профилактике онкозаболеваний, получить ответы на интересующие вопросы можно было и по телефону горячей линии. Завершающим мероприятием недели здоровья стала конференция. Участие в ней приняли более 50 врачей и старших медицинских сестер. Научно-практическая конференция о совершенствовании профилактики, ранней диагностики и лечении онкологических заболеваний прошла в Наринмаре впервые. О ее актуальности говорят цифры. По данным медицинской статистики, на конец 2017 года онкозаболеваниями страдали 728 жителей НАО. В течение года на учет встали 114 новых пациентов-онколога. Достаточно большое количество людей имеет эти факторы риска. Даже не один, а целый комплекс, сочетание этих факторов риска. Поэтому вот как раз-таки эта ситуация в целом и способствует развитию тому, что онкозаболеваний становится все больше. В Ниньском округе в основном распространены раговые заболевания, желудочно-кишечного тракта, легких и груди. Как отмечают врачи, основными причинами заболевания становятся нерациональное питание и вредные привычки, алкоголь и курение. Это нерациональное питание. Если посмотреть, что мы сегодня едим, мы используем готовую пищу, пищу фастфуда, вредные продукты, которые как раз-таки содержат различные канцерогенные вещества, трансжиры. Это значит однотипное питание. То есть когда ассортимент продуктов, он очень маленький, например, только мясо, хлеб, каша и все. То есть питание должно быть разнообразное. В числе причин позднего выявления болезни – нежелание проходить профилактические осмотры. В частности, второй, более детальный этап диспансеризации, а также позднее обращение за медицинской помощью. Повысить информированность жителей России на возможности и путях снижения онкологической заболеваемости и смертности. Создать условия для уменьшения влияния лиц, пользующихся неосведомленностью населения, являющихся причиной гибели тысяч людей. Сократить количество отказов онкологических больных от лечения. Это я почему выделил черным цветом, потому что это на нашем уровне. Пациенты не знают. Для них рак – это, в общем-то, уже приговор. И если мы не скажем им, что это необходимо, и на сегодняшний день медицина шагнула далеко вперед. Все зависит от стадии заболевания, гистологии, различных способов лечения методов. Все участники конференции получили не только сертификаты, но и новые знания. Материалы с конференции будут размещены на сайте больницы, для того, чтобы медработники отдаленных сел могли ознакомиться с докладами своих коллег. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север».